Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, и смотрите продолжение прохождения за нового лидера, Рамзеса 2-го, Сидмер Сивилизейшн 6 на последнем уровне сложности, на божестве. Подробности этой партии, какие у нас тут челленджи, почему меня в комментариях называют Рамзес 2-й всегда говорит, да, Халецкий, в первой серии. Ссылка на неё в прикреплённом комментарии, точнее там на весь плейлист, в общем-то, и в описании к видео тоже. А спонсоры канала в этом плейлисте уже могут все серии посмотреть, видимо. Большое вам спасибо за поддержку. Ну что ж, продолжим. Выключу свою милую рожицу. Брюссель взят, Таруга взята. Следующая цель у нас Антона Нариву и Хатуса. Кстати, смотрите, Хатуса тоже исторически верная. Верный город-государство, потому что между хеттами... Вот, знаете, жалко, что в 6-й циве хеттов нету. И вообще... Не, по-моему, были в четвёрке. По-моему, в четвёрке хетты были. Знаменитая битва при Кадеше между египетским царством и хеттским. Во время бронзового века, по-моему. Но тут мы Хатусу... Тут это всё лишь город-государство, что, конечно, не так. Когда-то это были равнозначные царства вообще. Как раз во времена Рамсеса II, между прочим. Ладно. Нам надо Антона Нариву обратить в свою религию. Поэтому, я думаю, нам надо нанять такие миссионера. А сильно там уже... Там 4 последователя. Ну, то есть там одного миссионера хватит. Почему в свою религию? Потому что у нас крестовый поход. Плюс 10 к силе. Значит, Антона Нариву, Хатуса, Унса. И после Унсы уже с Зулусами надо будет разбираться. У Зулусов тысяча силы просто. Тысяча. Я удивлён, что они мне ещё войну не объявляют. Ладно. Брюссель сохраняем. Ремонтируем монумент Амбар. Так, нанимаем миссионера. А, у нас не хватает версий. Следующим ходом только сможем нанять. Центр коммерции завершили. Ну что, рынок? Наверное, рынок давайте. Почему-то просто так рынок коммерции... Центр коммерции, что ли, строили. Ну, вырубаем. Джунгли. Божественное право ускорили как раз вторым храмом. Ну, я бы, наверное, кампус тут уже поставил. Жилья хватает. Я подумал, амбар нужен, не нужен. Давайте кампус. И у нас ромашечка тут закончится на этом. Так, потихоньку к Антононариву подходим. Вообще, я вот построил таран, потом апнул в осадную башню, но она еще ни разу не пригодилась. Честно говоря. Так, вот тут, наверное, скот надо собрать. Или лучше лес вырубить. Ну, четыре заряда еще дофига. Тут у нас холм уже? Нет, равнина. Равнина. Ладно, надо ждать, пока Магнус придет. Возможно, я тут тоже поспешил вырубать. Давайте просто подождем, когда Магнус будет на месте. И вырубим все эти леса здесь. Сфинксов, наверное, рановато строить. У нас всегда оно остается... Так, а у нас темный век. А, исход евангелистов. Как раз надо и обращать города. Как раз миссионеры и нужны. Ладно, давайте рудник. Перебрасывать коника к Антононариву. Давайте перебросим, наверное. Что он там сидит? Так, тут везде равнины, да? А, нет, вот холм. Я бы, наверное, этот холм обработал еще. Вообще, апельсинки я бы обработал. Ладно, возвращаемся к апельсинкам. Я все считал, что у меня денег нету. Выкупить их. А вот тут уже амбар пора. Жилья нету. Хамурапи рурку уже построил. Нихера себе. Триста восьмидесятый год нашей эры. Рурка построена. Ну, это Вавилон, конечно. Это чисто вавилонская хрень. И нам тут повезло. Тут у Вавилона не очень хорошо дела идут, на самом деле. Сколько он смог городов в итоге поставить? Пять всего лишь. И у него война, по-моему, да? Нет, только со мной. Ну, напоминаю. Мы тут принимаем только мир, когда они сами предложат. Так, в Сене жилье есть. Давайте я так выключу и тут пройдусь вот так. Ну, тут на производство. Здесь еда, жилье. Тут на производство. Еда, производство. Еда, производство. Так, ну все путем. Очень мне нравится здесь мой заповедничек. Конечно, можно было бы на большее какое-то количество клеток. Но я не думаю, что, например, здесь поставив или здесь, это получилось бы. А вот здесь вот, ну, реально круто. Причем нам войну Вавилону Мали, главное, попросила объявить. А сама она в этом не участвует. Зашибись. Катапуин, Монсон, Мишель. Чудеса. Производство юнитов кавалерии. Ну, наверное, ничего не открываем. Я-то в Теократию иду, собственно. Так, нам надо катапульты расставить вокруг Антона Нариву. Дальше, наконец, покупаем миссионера. Тут холм? Тут холм. Наверное, на этот поставлю катапульту. О, идут уже арбалеты. Ну, арбалетами он не возьмет, город. Но надо скаута спасать. Не знаю, может, стены... Нет, стены тоже долго будут строиться, да? Семь ходов. Видите, я не могу помочь Нихену, пока Антона Нариву не взят. То есть, мне надо сначала брать Антона Нариву. Может, реально сначала стены. Семь ходов. А то там могут быть проблемы. Мы тут еще и рабочего захватили. Ну, тоже вырубим вот этот камень, когда Магнус приедет. Три хода. Апельсинки. Да, может, тут рудник сделать. В Иуну мало производства. А, еще нам надо здесь вырубить пшеницу, чтобы акведук. Ладно, давайте пшеницу. А, подожди, лесопилка у нас открыта. Я бы, наверное, сначала лесопилки тут поставил. Да, открыто. Лесопилку, потом убираю тут пшеницу, и потом тут рудник. Вообще, возможно, нам лучше было бы олигархию, конечно, иметь. Два влияния. Содержание юнитов. Кстати, а вот тут может изоляционизм поставить? Восемь еды, восемь производства. Давайте, наверное, вместо торговой конфедерации изоляционизм поставлю. Мы города уже все поставили, в общем-то. точно у нас никаких еще городов не будет стоять. А восемь еды, восемь производства. Ну, и деньги тоже приятно. Ничего не скажу. Так, амбар. Можно подрасти немножко. Ну, давайте библиотеку. Это нам культура, напоминаю. Мы же не ставим театралку, зато у нас культура от постройки этих зданий. Капает. Так, кстати, мы можем сюда какой-нибудь райончик тоже впихнуть, как соседство. Промышленная зона на плюс два есть. Кампус плюс три. Так, нам вот сюда надо кампус тогда. Сейчас еще в пивах посмотрю. А, тут промышленная зона построена. А, так может, нам тогда тут лучший акведук, чтобы промышленная зона больше производства выдавала. Пока так. И, кстати, вот от Эдфу, я думаю, что мы реально сюда тоже промышленную зону бахнем. Да, блин. Там плюс четыре будет, да. Нам нужен сюда рабочий. Может, этим лучше... Не, лучше еще одного рабочего. Все равно тут Лян сидит. Ого, семь ходов. А что так долго? Я тут лучше амбар бы построил. Может, строителя просто купим? 270. А выкуп этой клетки 110. Но это следующим ходом можно сделать. Давайте, наверное, выкуплю строителя. Так, и там Кристина обращает Ватикан в протестантизм. Ноу гуд. Так, вот это важно. Есть ли у нас селитра? Селитра есть. Отлично. Вообще, посмотрим, где у нас тут вокруг селитра. Может, мы что-то сможем захватить. О, у нас две там селитры даже. Так, это очень хорошо. Видите, Кирена не зря поставлена. Да, два ресурса селитры, зашибись. Так. Ну, тут стоим. Подходим. Сначала катапультами хожу, чтобы их важнее подвести сначала. 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 может мне не вести прям так всех так мне нужен еще караван в хатусу между прочим так а вот кому мы отдадим апельсинки таруги или эдфу наверно все таки эдфу он все это одинаково будет стоить их выкупить так насчет не видать он просто стоит что ли просто стоит арбалетом не подходит ну и зашибись так если следующим ходом уже обращу антона на риву то я наверное объявлю войну вторую гиамбар завершён центр коммерции священное место кампус построен тут уже плюс 3 ну тут очень хорошая клетка не я бы не хотел сюда ставить священное место так плюс 3 может с промышленной зоны начнем просто это производство было конечно нам плотины нужно дамба дамба нужна блины две галеры нам бы у часто достроим гавань как раз откроется реформация возьмем диократию поставлю карточку на сто процентов к морским юнитам и две галеры в кирине надо будет сделать пока может образование а сейчас мы замки еще ускорим до все нам бы оружейную и в порох выйти а дальше в бомбарды стоп а мы сможем мы сможем апнуть катапульты стояночка стояночка у нас три бушеты открыты так принимаем теократию сначала я подождите не ну мы будем покупать за веру блин или нет 20 процентов вот просто мне тут нравится жилье и довольств не надо надо уже брать теократию надо довольство от гарнизонов против войск иноверцев но это пока не работает это пока не работает но можно содержание юнитов не знаю соседство промышленной зоны пока маловато может ветеранство пока поставить тем более что я хочу военную да давайте это поставим я первых хочу в замке открываем в юну оружейную хочу ладно рынок пускай уже достроится блин я ж не хотел сто процентов к хорошо другой вариант мы можем вот здесь просто покупать ее до он нау 380 до ну или я просто могу покупать галеру городе 170 наверно будет просто их купить еще надо было карточку на ап юнитов поставить блин поставил две карточки абсолютно которые сейчас не особо работают вот я молодец вот я молодец ну апать надо магадиш и юханесбург хотели можно сказать юханесбург до 6 добить он правда ничего не дает вот ну просто чтобы было пускай так слушать а вот магадиш и до 3 кстати можно нет не можно ничего это не даст так ну что объявляем войну наверное чё откладывать ну чё не выстрелил блин жалко конечно арбалетами подходить но я не думаю что этого арбальда не могут его убить подходить нам надо тут такие пересечения с реками какие-то тяжеловато вон то на на риву будет главное вот этих латников убить чтобы они в сам город не встали 47 сил и это берется вообще спокойно стоим ждем прибытия магнуса тут эти можно вот так встать пускай дуболом проатакует так вырубаем ставим сюда кампус собираем пшеничку блин мне здесь еще рабочего ладно маяк надо караванчики тоже сделать потому что они нам дают еду и производство сейчас вот в фивах у нас будут после акведука караваны делаться очень быстро и дальше интересный вопрос ну пока дипломатическую службу открываем так посмотрим насколько больно блин вот это я зря вообще не больно так нам надо этого латника мочкануть так теперь сначала посмотрим как у нас латник бьет сам город очень хорошо бьет плюс 10 за крестовый поход вообще зашибись видите стены не трогает по нему этому так вот здесь видите нету крестового похода потому что он не на территории антонарио а вот здесь есть крестовый поход ну минус латник не достреливает ладно тогда не будем под под вулкан все магнус приехал значит тут вырубаем проверяем что это все относится к сене махенджи даро хотел чтобы мы кампус построили так второги несчастье я даже не знаю наверное этот латник уже не понадобится так что нам все нечего сделать чесовню великого магистра конечно же ну сразу половину считаете да нам еще вот эти леса вырубить да и болото вот это наверное осушим и вообще зашибись огонек да магнус тут хорошо так дальше в хатусу миссионер отправляется да и латник наверное тоже в хатусу ну 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 так ну конечно вопрос куда нас эта армия пойдет ну часть наверно точно на хатусу пойдет например три бушеты А вот как там немец будет переть на Нихен, большой-большой вопрос. Так, и Пенгала у нас в Фивах. Ну, наверное, лесопилочку здесь поставлю. Мало в Эдфу производства. Альгампру. Так, а куда это он этого посила? Куда-то туда ведет посила, 100%. Так, это правильно, что ГГшка осадные юниты обстреливает в первую очередь. Давайте даже апну. Осадную тактику ускорили. Нам, наверное, надо было подвинуться. Нам надо было подвинуться арбалетами. Да, вот тут осадная башня наконец-то заработала. Вот, наверное, этого арбалета тоже уже к Хатусе будем перебрасывать. Ни немец, ни Вавилон не горят желания мне мир предлагать. Так, мне на самом деле надо вот сюда пробраться, чтобы осаду сделать. Вот, и когда конь будет здесь, Антонарива будет считаться в осаде. А Хатусу мы, кстати, в осаду не сможем вообще взять. У нас нету морских юнитов для этого. Нет, тут я не буду выходить, чтобы дуболом обстрелить. Ну, куда-то вот туда ведет. Он даже, наверное, где-то тут может поставить. Все починено. Интересно, а почему Брюссель построил акведук? Типа, из всех районов, говорит, ну, нам акведук чисто нужен. Хотя он рядом с пресной водой стоит. Вообще-то. Блин, я даже не знаю, я даже не знаю, какой тут район делать. Промышленная зона на плюс четыре есть. Ну, вообще надо, да. Тем более, это был промышленный город раньше, этот город-государство. Кристина меня осуждает, интересно, почему. Я соглашаюсь на все ее условия, но она меня осуждает. Кайф. Замки открыли, дипломатическую службу откладываем. Так, есть уровень для требушета, но нам надо город быстрее брать, а не прокачивать. Нет, не в осадицу. А почему? Смотрите. Не, я не понимаю, почему он не в осадицу. Сюда, что ли, еще надо? Да, вот так только в осаде стал. А, потому что нет зоны контроля у арбалетов. Вот смотрите. У лошади, получается, вот зона контроля тут и тут. Через реку зона контроля не работает. Значит, она контролирует вот эти клетки. И нужно, чтобы арбалет был тут, а у латника есть зона контроля здесь. И тогда уже Антона Нарива в осаде реально. Ну что, возьмем мы сейчас город интересный? Эх, чуть-чуть. А, подожди, а лошадью есть ли? Да, должно хватить. Отлично. Ну, мне кажется, это достойно лайка и комментария. Напишите, пожалуйста, комментарий по поводу того, что вы сейчас смотрите. Как вам нравится прохождение. Но если вам очень нравится, то можно даже стать спонсором. Тем более, что для них эти видео выходят чуть раньше. И есть даже уникальный контент, который больше никому не показывается. Можно оставить суперспасибо. Такой донат только для записи. Либо что-нибудь перевести по реквизитам в описании и в прикрепленном комментарии, которые есть. Спасибо большое всем за поддержку. Это вдохновляет делать видео. Давайте продолжать. Еще забыл добавить, что если вы не подписались еще на канал, то подпишитесь. И вы посмотрите на мои социальные сети, ссылочки на которые сейчас появляются. Так, вырубаем лесок. Заканчиваем резиденцию магистра. Теперь можем за веру покупать юниты. Ну и, наверное, собственно, надо в первую очередь три бушеты купить. А, стоп. Корпусаж у нас не открытый. У нас не открытые еще корпуса. Когда я пока миссионера буду покупать и отправлять к зулусам. У нас ближе нету священных мест? Нету, походу. Еще приятно ггшки захватывать. Они никому не принадлежат, типа, и... Можно их сразу использовать. Они сразу работают. Они являются там, типа... Окупированными, пока ты мир не заключишь. Так, ну я бы, наверное, мокшу взял. В таругу, чтобы религия распространялась. Блин, или не убивать хатусу. Мне просто не очень нравится ее расположение. То есть, сам по себе город так себе. И вот сейчас подход. Мы сейчас просто потратим время, что мы к ней будем подходить. Тут тяжеловато бить ее. Ну, а с другой стороны, научная ггшка, почему бы ее не союзить? И она чисто под моим влиянием. Мне кажется, надо сразу к Кунсе идти. Так, а непонятно, почему Кристина ко мне хреново относится? Минус 40 претензий от других игроков. Блин, так эти же претензии из-за тебя и появились. Ну, в общем, наверное, хатусу мы игнорируем. Какие у нас караваны вообще откуда-куда бегают? Надо из Антона Нариву, наверное, отправить. Скажите, почему я нажимаю на торговые пути, и мне открывается общение с немцем? Прикол. Так, в сену. Три штуки из Нихена, из Таруги, из Этфу. Из Кирена, Фивы. Ну, наверное, из Антона Нариву все-таки отправлю. Слушайте, может тут уже Сфинкса поставить? На что он там? Ну, он повышает престиж, повышает культурку, дает. Вера и культура. Так, плюс два престижа. Плюс две веры рядом с чудом. И плюс культура в пойме. Так, надо либо с чудом, либо в пойме строить. А пойм-то у нас уже и нету. Вот поймы. Но мы их закроем. Вот тут можно построить, да? Ну, тогда не будем. Может, надо было сначала посмотреть, что дает Сфинкса, а потом двигать рабочего. Как вы думаете? Да нет, дурость какая-то. Ну, наверное, светилище, потому что они нам дают... Ну, вообще, у нас жилья нету. Так, может, все-таки амбар? Сначала. О, предприятие на ртуте. Так, вопрос, надо ли мне армию Книхену ввести. Наверное, какую-то часть надо бы, хотя бы два арбалетика. Минус довольство уже. А за счет чего у нас недовольство? Это от усталости от войны, либо... Нет, нету усталости. Да. Может, арену тогда развлекательный комплекс поставить? Куда-нибудь вот сюда. Раз, два, три, четыре. А тогда до Брюсселя не дотягивается. Сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Да, Эдфу не дотягивается. На самом деле, нам аквапарк вот тут нужен. Слушайте, а стадион этот построен? Колизей? Походу, да. Блин, что нам с несчастьем делать? Ух ты, смотрите. Какие все-таки тут клетки крутые, да? Каждый раз смотрю. Я, в общем-то, вот эту культуру имею, собственно, только вот чисто с этого скорее. Ну, нет смысла амбар строить. У нас счастья нету, чтобы расти. Библиотеки тоже пока не нужны. Так что у нас с промышленной зоной. Плюс один есть и плюс два вот там, где акведук. Ну, тут, кстати, будет еще одна, да? Не знаю, я бы, наверное, просто рабочего сделал пока. Реально не вижу смысла с хатусой воевать сейчас. Я ее обращу. Но, слушайте, хотя она сама через восемь ходов. Давайте лучше, может, миссионера... Тут больше никакие религии не влияют. Что нам тратить? О, да, надо к нихену бежать. Слушайте, я очень правильно стены построил, получается. Здесь бремен прям в лицо мне бахнул. У меня лошадь, наверное, туда не надо. А вот парочку арбалетов... Вот эти два арбалета, я думаю, достаточно будут. Будут достаточны. Идем вырубать под кампус место. Ну, что, просто тут сделаем фермы. Простите, нету тут поймы, да, опять? Ну, тут вообще реально... Что-то у меня египет без особых пойм. Не так уж их много. Я здесь вот треугольничек сделаю из фермы. Так, давайте в булава ее. И... В надвенгу. Из Мендеса отправим. Не бегает же. Так, ну, можно библиотеку, наверное, теперь построить. Миссионеров можно дальше пока покупать. Либо, слушайте, давайте, может, на апостола накопим. Посмотрим, что там последнее осталось для укрепления религии. Хочу апостола. Угу. Он прямо атакует, да? Так, осуждает. Ну, золусы нас уже осуждали. И с тех пор ничего не изменилось. Они даже не напали. Прямо сказать, я уже сейчас не боюсь золусов. Несмотря на то, что разница в три раза по силе армии. Но сейчас меня уже золусы не пугают. Больше торговых путей, соответственно, в силах строим. Так, значит, покупаем апостола. В Кирене покупаем галеру. А, могу две купить уже. Так и сделаю. И открываем судостроение Контерфорс. Немножко неудачно я латником встал. Получается, все юниты по одной клетке походят. Хотя нет, вот так подвинем. Так, оружейная. Не можем священное место ссорить, потому что там арбалет стоит. Ну, давайте строителя потихоньку. Он сейчас уйдет, я думаю, отсюда. Так, маяк. Строителя. Я тут, конечно, его купил, но... Деньги мы все на галеры потратили. И сейчас там крабы на галерах трудятся. Так. Сначала, кого мы тут берем? Торговца. Ваши торговые пути дают 0,5 зол. Закажут специализацию и послады. Ну, наверное, возьму. Неплохой. Какой там следующий? Игрушку дают. Ну, тоже неплохой был. Ладно, проповедуем верование. Культуру за каждое четырех последователей. Науку за каждое четырех последователей. Две веры за каждый город исповедующих. Три единицы золота за каждый... Ну, все вкусное есть. Я бы прям... Ну, давайте, может, чтобы сильно не вырываться, я на деньги возьму. За каждый город проповедующий религию у нас их 13. То есть у нас плюс 39 сейчас встало. Вон, да, точно. Отверование, видите, плюс 39. И еще... Блин, мне надо было тут активировать. Я забываю, что у нас Ватикан эту фигню дает. Тут надо было активировать, я бы повлиял на соседние города. Черт, убери. Черт, убери. Ну, все, аниме зря влез. Там либо я его убиваю, либо... Блин, нау, конечно, круто. Либо варвары бы его убивали. Не, знаете, что следующим ходом будем... Хочу без вырубки леса, чтобы водяная мельница починилась. А вот следующим ходом уже вырубим и кампус там поставим. Так, ну, пошли сюда сфинкса делать кардив. Ну, кстати, я бы засоюзил. Что-то никто его не хочет союзить. А он вообще-то электричество дает от зданий в этих... В гаванях. Ну и хатусу можно засоюзить, раз у нас... Два посла. Че, нет? Мы ж ее решили не выносить. Так, ну, наша империя уже так приятненько выглядит. О! Ну, я как-то напоминаю, наш челлендж, я обязан принимать все сделки, которые... Достаточно было один арбалет ему убить. Я вон такой, все, все, все. Блин, 90 сила у Кристины всего лишь. Ну, мы контрфорс так откроем без ускорений. То же самое касается гуманизма. Может, кстати, из самих фиф отправить. Так, а откуда мы будем атаковать? Вот отсюда, я думаю. То есть, Кирене подводим. Ну и частично Иуну. То есть, и с Иуны, и с Кирены будем атаковать. Так. так наверное думаю надо рудники тут ставить о вырубаем лесок ставим компусок плюс 5 красота так вообще по науке я в общем то нет не отстаю на рп технологиям должна отставать от вавилона 36 ну и конечно 12 тех крутых он уже извините в новом времени интересно за счет чего наверно в авиации он потому что он ну рурку построил это чудо промышленной эпохи и соответственно вышел в авиацию конечно прикол 680 кто не видел у меня на канале видео как получить самолет за вавилон до нашей эры поищите вавилон самолет до нашей эры после после если у него аэропорта вроде нету но за вавилон конечно самолеты очень быстро собственно от этого не отбиться никак блин тут у нас апостолы вон крестинка тут своими апостолами слушай а сколько у нее веры в ход у меня 82 у нее тоже 82 то есть в принципе то одинаково амбар хочу я конечно там маловато счастья у нас но хочу амбар о францию встретили и юн лэ встретили а кто это к нам приехал но это с другого континента все ребята очевидно и за счет чего интересно мы их встретили так утери дамбу можно попробовать построить ну юн лэ эш и серьезно выглядит вот это я понимаю ну вот армия вот это тысяча силы у золуса видите вот в таком виде вполне можно драться так дальше надо в бомбарды идти для этого нам нужна оружейная да оружейную мы строим два хода тогда пока осадную тактику так а здесь что-нибудь поменяем может на ап юнитов поставить карточку вместо содержания быстро нас пока селитры но там есть как минимум она кого-нибудь апнем кого-нибудь да апнем блин республиканское наследие круто давайте заменю республиканское наследие на изоляционизм наоборот изоляционизм на республиканское наследие это больше нам бонусов даст так 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 В ней они дофига Денежек Ладно, давайте продолжим Священное место тут строить Не, нам из Нихена Надо на производство в первую очередь отправлять Потому что священное место Даст тут рост, которого нету иначе А, вот как мы встретили Он тут приплыл своими Апостолами Ух ты, у него еще и флот Каравел Блин, надеюсь мне никто не предложит ему Войну объявить Что-то очень не хотелось бы Так, напоминаем Что мы без театральных площадей Мы не можем их строить А вот дипломатический квартал Я бы, наверное, построил О, так вопрос Дамбу где лучше В ИУН устроить или В Таруге В Таруге Меркантилизм Так, ну Я уверен, что мы должны в героический век выходить здесь Блин, мне уже начали губеров выкидывать Пингалу Слабое извержение Ртуть убрал Кстати, а мы где можем Где у нас вообще ртуть У нас две ртути должно быть Где мы типа предприятия Тут А, в Нихене Ну, это в Антона Нариву Начинато предприятие делать на ртути Там будет науки больше Население погибло ноль Или давайте в городе лечиться лучше Ну, раз карточка стоит Тап юнитов Надо апать Пушки далеко, да? Так, давайте, наверное, Кардив Обратим Ну, это нам два очка еще дается За устремление наше Ну, нам главное Вот эти города Ближайшие Которые мы начнем Захватывать Я, конечно, Кардив бы не захватывал У нее хороший бонус От союзничества То есть, электричество дает Ну, вообще, нафига У них дофига тут Ну, я бы, наверное, с Унсы То есть, я Унсу захватывал И уже начинаю с Унсы Вот эти города Чтобы По лояльности удержать Блин, а что это за Китайское нашествие С востока На нас Что-то ссыкотно как-то Че он к нам приплыл вообще? У тебя что, там все уже обращены В твою религию? Давайте глянем Протестантизм 19 Шведский Наш зороастризм 15 И конфуцианство 19 Да, там 19 Еще доосизм есть 4 Там реально На том континенте Возможно, уже все обращено Имеет ли смысл Купить Гурдвару? Или лучше Миссионеров Каких-нибудь покупать? Вопрос Так, промышленная зона Тут Грустненькая, да? Ну, вот сюда Типа плюс 2 Может быть Но она все равно грустна Гурдвара Водяная мельница Ну, наверное, все равно надо Промышленную зону Вот сюда на плюс 2 Ставить Вот, а какой-то город Отвалился Блин Франция только встретила На следующий же год И осуждает А этот не осуждает Кстати Но это все Из-за претензий Интересно, Вавилон Мне когда-нибудь Мир предложит Так, ну Катастрофическое Извержение На нас Никак не влияет Ускорили порох Собственно Его и открываем Дальше В ИУНУ мы Оружейную Ну, хотя бы В ИУНУ Сразу этого сделал Военного инженера Подождите А как Почему я от Кардифа ушел А, или у меня там У меня там был Я пытался обратить Не хватило Это еще одного Так, а этого давайте На Бамбу Ну, мне пока хватит Тут еще Мое влияние Нормально такое Будет Не знаю, чего Кристина Поперлась Вот сюда Это обращать То есть У нее есть Мали Да Вот поблизости Даже Вавилон Не обращен А Кристина Почему-то Апостолами Вот сюда Аж до Нангомы Дошла Чтобы ее Обратить Странненько Немножко Так Первый Трибушет Прибыл Вообще Надо вот сюда Его ставить Я думаю Второй Будет здесь Стоять 63 сил Это уже Тяжеловато Будет Может у меня Бомбард Дождаться Тут собственно Пять ходов И уже Бомбардами Бить Во всякий случай Вот эту клетку Куплю Чтобы она Унсе не досталась Чтобы мы могли Тут сразу Апнуть в бомбарды И уже Бомбардами Атаковать И эти Должны быть У нас Мушкетер Ну хотя бы Один Мушкетер Чтобы был Будем стоять Пошли Ремонтировать Ртуть И как раз На нем Предприятие Поставим Посол один Ну наверное Никуда не будем Отправлять Так Здесь Канцелярию Я Консульство Так Я бы Куда Возможно Отправил Делегации Нет А никуда Невозможно Со всеми Хреновые Отношения Строитель Амбар Гавань Только построена Тут промышленная зона На плюс два Ну да Давайте Кстати Вырубим Давайте Я поставлю Здесь Отметочку Вообще Нам бы промышленную зону Там где Венецианский арсенал Можно было бы сделать С другой стороны Что мы тут будем Воевать На кораблях Нет Не будем Эдфу Знаменит Образованностью Своих жителей Перемещение На дружеской территории Селитр И уголь Дополнительные Дает Ну вот это прикольно Давайте Наверное Треугольную торговлю Вместо писания Поставим Или вместо Соседства Центра коммерции Лучше Вот даже так Хочу писание Ну я хочу Чтобы побольше веры У меня капало Ветеранство Можно убрать Давайте Логистику Вместо ветеранства Пока Вот это Я думаю У нас Селитры Достаточно Хотя Это тоже Можно было бы Смотрите Может и Продвинутую армию Пока Мы же не апаем Больше пока Ничего Давайте Вот так Сделаем Чтоб Селитра Быстрее Накапливалась Я хочу Я хочу Наверное Сначала Ресурс Селитра Обработать А потом Уже Вырубать Лисок Ну все равно Ставлю Сфинкса И считайте Мы уже Практически В героической Эпохе А вот Теперь мы Точно В героической А ходов Еще Как минимум 12 Она будет Длиться Так А как Нам тут Обучал Уничтожить Юниты Блин Вообще Под вулкан Встал Опять Не очень Хорошо Нет Не буду Пока Никуда Послов Отправлять Ну я бы Промышленную Зону Наверное Делал Что-то Ведфу Маловато Производства Прям Ощущается Да Давайте Строительную Инженерию Когда у нас Пингала Вернется Еще один Ход Ну В общем-то К Нападению На Унсу Мы готовы Армия На другой Фронт Переброшена Дальше У нас Зулус Но это Уже В следующей Серии В следующей Серии Подготовка Прошла Хорошо Так Одну клетку Повредили Это где у нас Уторуги Да Вот эту Повредили Как всегда Об этом я не люблю Рудники Здесь Около Вулканов Делать Ладно Продолжение В следующей серии Спонсоры канала Могут ее Уже Поискать В плейлисте Для всех Остальных Оно появится Завтра Не забудьте Комментарий Лайк Поставить Еще что-нибудь Сделать Спасибо большое За поддержку Играйте в умные игры Слава Украине Живи Беларусь Всем пока Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер спасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры